Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала, всем огромный привет, приветствую, сегодня суббота, я через 20 минут поеду на рыбалку Ну а пока я не поехал на рыбалку, я хотел бы вам показать одну интересную квартиру Квартира 92 квадратных метра И сейчас, когда я начну показывать, многие из вас начнут там пищать Макс, это же вантерские дома, они же проблемные, про них писала администрация, про них писали все СМИ и так далее Да, ребят, это было год назад, полтора года назад, два года назад, потому что вот в этом доме лифт появился только три года И я поднялся на одном лифте, а спущусь на другом И давайте мы сначала посмотрим квартирку, а потом мы уже поговорим про сам дом Что касается этой квартиры, продает подписчик, здесь мы на входе сразу с вами видим, здесь должен быть унитаз И вот тот самогонный аппарат Хайер должен стоять, который вам обеспечивает воду Соответственно, если мы посмотрим, что же творится у нас в целом по квартире То я могу сказать, что везде проводка, даже плитка, здесь все сделано Потолки, конечно, невысокие, 2,75, но все равно, в принципе, достаточно Квартира 92 квадратных метра Кстати, здесь проводка сделана интересная Например, зашли, включили свет, уходите, раз, здесь выключили То же самое в каждой комнате, классно так сделано Не нужно возвращаться назад, чтобы выключить свет и тому подобное В общем, все хорошо сделано На входе мы с вами видим кухню-гостиную В принципе, неплохая Кухня-гостиная уже готова Кстати, даже навесные потолки уже все готовы Остается только натянуть и сделать то освещение, которое вам нужно Вид, конечно, не самый лучший Вот в эту сторону Мы с вами видим соседний долгострой Вантовский дом Вот, посмотрите Ну и, конечно же, мы видим с вами дублер Но, видите, звука такого нет Потому что мы находимся с вами на 19 этаже Аж, ребят, чтобы вы понимали 19 этаж 19 этаж Ой, извиняюсь 18 этаж 18, 19 Это будет другая квартирка Что касается отопления Сразу скажу Отопление хотят сделать центральное Но пока центрального отопления нет Поэтому все спокойно обогреваются Либо электрическими нагревателями Вот, в принципе, радиаторы выведены Либо же кондиционерами Ну, вот я пообщался сейчас внизу Пока ждал собственников этой квартиры Немножко пообщался И мне сказали все как один Что обогревается спокойно сплит-системой Что касается электричества Электричества здесь хватает Была война с администрацией В итоге суд выиграли И 15 миллионов рублей выделили на электричество И с электричеством проблем в этом доме нет Здесь, как вы видите, спальня Здесь по периметру должна быть подсветка Все красиво сделали Делал квартиру для родителей Но потом все-таки в последний момент решил Что все-таки лучше дом Ну, бывает такое Соответственно, балкон Балкон есть И вот, например, если мы посмотрим С балкона вот сюда Да, ребят То мы увидим с вами просто Потрясающий вид на весь район Мамайка И потрясающий вид на море Ну, классный вид Ну, реально классный До моря здесь очень мало Пешочком спокойно может дойти Не больше, чем за 10 минут Поэтому я считаю, что здесь неплохо Опять же, я видел очень много людей Которые приезжают И именно здесь снимают квартиру Кстати, вот в этом районе Недалеко будет строиться школа Сейчас здесь есть институт Ну и вот такая комната Хорошая, нормальная, полноценная комната Я считаю Ну, нормально все сделано Опять же, вся грязная работа сделана Остается всего лишь кинуть ламинат Даже какой-то материал здесь остается Бонусом, да И, в общем, все на ваше усмотрение Теперь, что касается вот этой части Она, на самом деле, еще интереснее Почему? Потому что именно здесь у нас еще одна спальня В этой спальне есть возможность сделать гардеробную Вот они, да, сразу сделали нишу И, конечно же, тоже есть балкон Балкон застекленный, как вы любите Да, и отсюда тоже у нас все равно присутствует вид на море Вот он, вид на море все равно имеется Опять же, да, в эти вот есть у нас долгоструи Хвантовские дома Но эти два дома, которые на Ландышевой Они сданы И еще раз повторюсь Перед тем, как сюда приехать Меня сюда приглашали уже годика-два Разные клиенты Я сначала все проверил Действительно получил информацию Спросил у соседей, да, которые здесь есть Проблем здесь с электричеством нет С водой нет С лифтами проблем нет Поэтому и стал рекомендовать Единственное, что хотят дом все-таки запитать В этом году под центральное отопление На центральное отопление будет безумно дорогое И половина дома здесь бастует Ну, не хочет центральное отопление Потому что, по большому счету Электричеством здесь платить гораздо проще Потому что самое дорогое в Сочи, что есть Это, конечно же, вода Право, собственно, если на квартиры есть Будет вся сумма в договоре И, кстати, еще одна фишка Здесь уже сделана сауна Потому что сделали для родителей, да Есть вот такая небольшая сауна Блин, здесь можно погреться Есть уже электрический, какой-то там самогонный аппарат Да, который будет Ну, и сделано все довольно-таки неплохо Опять же, здесь мы видим с вами Место, где мы можем принять душ Тоже как бы все красиво сделано Но я считаю, что красиво сделано Не знаю, красота дело субъективное Но я считаю, что это очень даже хорошо Сауна есть, душевая есть В общем, все, что надо, все есть Ну, и теперь кто-то спросит, да Какая же цена за квадрат Ну, ребят, мы долго думали Какую цену ставить за квадратный метр Но, учитывая, что эта квартира все-таки Частовой отделкой Учитывая, что квартира большая 92 квадратных метра Я думаю, что цена 100 тысяч рублей за квадратный метр Дядушкам можно купить апартаментный комплекс Крымский, где нет ни прописок, ничего В этом доме есть и прописка В этом доме, в принципе, есть право собственности Есть вся сумма в договоре И если вы загуглите, этот дом на данный момент Не является проблемным А то, что отопления нет Ну, блин Тут опять, говорю, у нас Большинство брали квартиры для отдыха Разбились все на два лагеря Кто-то хочет отопления А кто-то не хочет Кто-то уже привык на протяжении трех лет Жить на электричестве Оплачивать Просто посредством того, что Занимается просто отоплением Сплит-системой И так далее Потому что, например, если бы я Например, здесь жил Наверное, я бы тоже не захотел Центральное отопление Потому что центральное отопление На 92 квадратных метра Блин, это в Сочи Это очень дорого Не просто дорого А очень дорого Я думаю, что квартирка В принципе, ну, хорошая Честно скажу, хорошая квартира И перегородки сделаны добротно И сауна Я первый раз снимаю квартиру Чтобы в квартире еще находилась сауна Ну, супер, конечно, классно Кстати, здесь можно было тоже сделать ванну Если нужно Не обязательно делать душевую В общем, при желании Можно сделать все, что угодно Опять же, тут же плиточка у нас есть Все здесь имеется Транспортное средство для тещи Тоже есть В общем, все как положено Цена 9 миллионов 200 тысяч 9-200 Я, если честно, не знаю Я не могу сориентироваться Дорого это или недорого Если мы посмотрим крымские Стройка на предсдачу апартаменты То ценник там уже перешагивает 145 тысяч рублей за квадратный метр Если мы возьмем любой другой Ну, пониже, там, Посейдон Или еще что-нибудь Или возьмем с вами вторички Старый фон, который внизу есть Меня тоже приглашали Чтобы я заснял Но там цена была Просто была космос Вот этих домах, видите Вот они Которые прямо вдоль дороги стоят Или вот эти Там цена в 150-170 тысяч рублей За квадратный метр Сдается вот такая квартира Спокойно за 6 тысяч рублей Вот именно такая Ну, ребят, ну согласитесь Если бы здесь был ремонт отделом Все Захотели бы вы остановиться Например, приехали вы с двумя детьми Вот именно в такой квартире Конечно, хотели бы Потому что, ну, классное место Опять же, море В пешей доступности До моря спокойно может дойти Лично мне эта квартира Понравилась Ну, идеально понравилась Смущает отопление То, что здесь все-таки электричество Ну, знаете В свое время, когда газ отключали То, ну, мелодия леса То мы тоже отапливались Получается, кондиционером И ничего страшного Блин, не обламывался По большому счету Как здесь обычно делают Вот это, видите Уже вся разводка сделана Просто устанавливает Электрический котел Снаружи, да Электрический котел И все И, в принципе, будет Обычным отоплением За электричество придется платить Но, в любом случае В Сочи Электричество стоит Гораздо дешевле Чем, например Горячая вода Горячая вода Просто космос Поэтому, смотрите Сами, ребят Лично я считаю Что, кто хочет Жить поближе к морю Кому нужна вся сумма в договоре Кому нужна предчистовая отделка Кому нужно Все, 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 все Но, при этом, не хочется Заплатить очень много денег То я рекомендую Присмотреться К этой квартире 92 квадрата Блин, классная Вот, в принципе, мне Такая квартира бы Подошла бы 100% Опять же По мамайке, да Если вдруг Ну, нужно добраться До города Давайте я вам покажу Вы просто Берете тупо Выезжаете сразу же На дублер Курортного проспекта И буквально Ныряете в два туннеля И оказываетесь На улицу Горького Если один туннель Проезжаете А, два туннеля Проезжаете Вы оказываетесь В заличном районе Три туннеля Оказываетесь На улицу Горького Кстати, вот В этом доме Я сейчас нахожусь И вроде бы Сторона солнечная Должно быть Жарко здесь А на самом деле Здесь не жарко Кстати, многие из вас Хотят дом Чтобы был полностью Монолитный Ребят, а он Монолитный полностью Посмотрите Дом полностью Монолитный Если не верите Давайте мы посмотрим Соседний домик Он точно такой же И вы в этом убедитесь Хороший Полноценный Монолитный дом Лифты здесь Работают Все работает 18 этаж Как вы видите Здесь тишина И спокойствие Хотя Все квартиры вокруг Живут Кстати Припарковаться Тоже здесь Спокойно смог Ну Спарковка Это отдельные Небольшие Моменты Поэтому Тоже вам Все это Расскажу Ну что Хорошая Добротная Квартира На Мамайке 92 квадратных Метра Считаю Что адекватные Деньги Поэтому Если вдруг Заинтересовало 9 миллионов 200 Это нормальная Цена Конечно Пишите в комментариях Я конечно Понимаю Что вы хотите Такую квартиру За 3 миллиона Рублей Я уже Привык Таким Комментариям Но Объективно Мамайка Низ Ну дешево Не стоит Ну реально Дешево Не стоит Если например Кто-то спросил У меня Что бы я лучше Взял Посейдон За эти Деньги 45 квадратных Метров Либо Купил бы Здесь Ребят Я наверное Я ответил бы Что купил бы Здесь Потому что Блин Все-таки 45 квадратных Метров Все равно Мало Как ни крути Ну все Ребят Я думаю Разговоры Лишние Излишни Да Именно так Скажу И я думаю Что пора Уже И подводить Итоги Нормальная Квартира Как только Здесь Отопление Сделать Центральное Я думаю Что Ценник В этих Квартирах Слишком Сильно Поднимется И Мамайка Станет Просто Недоступна Для всех И так Мамайка Очень дорогой У нас Район Сейчас Дал Потому что Ровная поверхность Потому что Есть автобусы Потому что Есть магазинчики Потому что Отдыхать Просто шикарно И Вот например Приезжает В августе Так получилось Теща приезжает Она останавливается На мамайке Приезжает Сестра Приезжает Папа Приезжает Два Моя племяньки Они останавливаются На мамайке Потом через День на Мамайке. Никто не хочет ехать в Олимпийский парк, никто не хочет ехать еще куда-то, никто не хочет ехать в Адлер. В прошлом году Леха по дурости отдохнул в Адлере и сказал нет, только Мамайка, потому что на Мамайке хорошие пляжи, пляж есть Фазотрон, пляж Ласточка есть и опять же, если вдруг где детишки взрослые, есть еще и институт. В общем, как бы так. Все, теперь пока, всем спасибо за просмотр и побежали дальше, пора на рыбалку.